МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди провели расширенное заседание, на котором обсудили проблемы предпринимательства в условиях санкций. Самое главное, чтобы они в последующем долгие годы работали на благо жителей, на благо города. Люберецкий автопарк пополнился новыми автобусами. Критерии отбора флагманских школ – это результативность. Результативность на ЕГЭ, результативность по всероссийским олимпиадам школьников. Флагманская школа округа поделилась опытом. Очень счастлива, рада, что выиграла. Сильнейших боксеров выявил Люберецкий ринг. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете Луизия Язарян. Более двух тысяч обращений поступило в Люберецкую полицию с 30 января по 6 февраля. Стражами порядка возбуждено 39 уголовных дел. Среди совершенных преступлений – изнасилование, кражи, незаконные обороты, сбыт наркотиков. Шесть фактов дистанционного мошенничества пока остаются нераскрытыми. Произошло 189 дорожно-транспортных происшествий, из них три пострадавших, погибших нет. 35 выездов по сигналу тревоги осуществили люберецкие спасатели. В зоне их обслуживания за неделю произошло 4 пожара. На территории городского округа Люберцы бороться с огнем пришлось три раза. 1 февраля в 0 часов 58 минут загорание в строительной площадке по адресу Люберцы, улица Юности, напротив дома 4. В результате пожара обгорел электрический кабель и строительный материал на площади 2 квадратных метра, без пострадавших. В городском округе Люберцы активно строят социальные объекты. В прошлом году стартовали работы по возведению трех детских садов и реконструкции стадиона «Торпеда». В этом году ожидается открытие 10 социально значимых учреждений. За последние 10 лет это рекордное количество. В городском округе Люберцы продолжается строительство 14 социальных объектов. Это 5 садов, 5 школ, 3 поликлиник и станции скорой помощи. Доклады о проделанной работе зачитали представители управления ЖКХ благоустройства дорожного хозяйства, а также транспорта и организации дорожного движения. В конце встречи участников совещания ознакомились с жалобами и предложениями, поступающими от жителей округа. Большинство вопросов связано с содержанием придомовых территорий и общественных пространств. В этом году Люберцам исполняется 400 лет. Празднование состоится в сентябре, но подготовка к масштабному событию началась уже сейчас. Как город встретит большой юбилей и какие преображения его ждут? Ответы на эти и многие другие вопросы дали представители оргкомитета Люберцы-400, а также глава округа Владимир Волков и вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. На пресс-конференции, посвященной 400-летию Люберец, собрались не только журналисты из города-юбиляра, но и представители федеральных СМИ. Юбилейная дата – это не только масштабное празднование, но и колоссальная работа, которой предстоит проделать до дня рождения и реализация долгожданных проектов. Вчера как раз-таки на территории города присутствовал губернатор и дал старт реконструкции нашего исторического стадиона «Торпеда». На этом стадионе тренировались легендарные спортсмены, футболисты, и, конечно же, он дорог для каждого люберчанина. Все ждали давно реконструкции, и закончится она в 2024 году, но вот вчера был положен старт как раз-таки к юбилею, к 400-летию. По Люберцам у нас есть отдельная большая программа капитального ремонта домов, которую мы называем капитальным ремонтом, хотя все прекрасно понимают, что это практически реконструкция, потому что мы делаем все от крыш до инженерных сооружений. И у нас эта программа включает в себя более 500 домов на перспективу. То есть мы понимаем, что все самые проблемные эти точки мы уберем, и люди будут жить в комфортных, нормальных условиях. На встрече затронули и другие важные темы, такие как реконструкция Октябрьского проспекта, модернизация очистных сооружений, обустройство современных парковых зон. Но основной вопрос повестки, конечно, связан с празднованием большого юбилея. Будет концерт, обязательно. Вот такой большой концерт на площади есть. Я же понимаю, что будет тепло в это время. Постараемся. Да, постараемся. Будет концерт. Что касается остальных мероприятий, сейчас находится все в такой тщательной разработке. Потому что времени еще достаточно. Поэтому мы постараемся организовать таким образом культурную такую, культурную пласть, что называется, празднование этой даты в округе. Я думаю, будет интересно, любопытно. Кроме Николая Расторгуева, чья карьера и творческий путь начинался именно в Люберцах, в Оргкомитет по празднованию Дня города вошли актриса и общественный деятель Яна Поплавская и телеведущая Гузель Камаева. Среди предложений, поступивших от них, пресс-туры по уникальным Люберецким предприятиям, а также выступлений воспитанников Института театрального искусства на праздничной сцене округа. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий провел расширенное заседание депутатской комиссии по предпринимательству, малому и среднему бизнесу. Говорили о мерах поддержки предпринимателей в условиях санкций и возможных механизмах взаимодействия государства и бизнеса. На встрече обсудили проблемы, которые беспокоят предпринимательство. Трудности во взаимоотношениях с зарубежными поставщиками, логистикой, дефицитом запчастей для оборудования коснулись многих. Те, кто так или иначе зависел от поставок, скажем, со стран, которых мы сейчас называем недружеством, это одна ситуация. Многое увязано в сбытие. Многие вопросы решаются, скажем, в целой цепочке. И в этой цепочке, если кто-то где-то там провалится, сразу проблема возникает. В первую очередь с проблемами столкнулись представители среднего бизнеса и крупные предприятия. Компания «Лидер» более 25 лет специализируется на производстве безалкогольных напитков. Экономические трудности ощутила еще с начала пандемии. Сразу после начала СВО, как и у всех, у нас были мгновенно нарушены все цепочки, убраны все товарные кредиты. Цепочки были частично нарушены после ковида, все это знают, да, то есть все стало дольше, все стало дороже, логистика дороже. Но у нас при производстве нашей продукции, ну, есть часть сырья, которая объективно идет из-за рубежа. Поставки сырья прекратились весной 2022 года. Компания сократила инвестиции в развитие новых проектов, нашла других поставщиков. Летом ситуация стабилизировалась, производство наладилось, коллектив удалось сохранить. Похожая история у компании «Септика», которая производит дезинфицирующие средства и косметику для ухода за лежачими больными. Мы произвели максимум в апреле, это было 78 миллионов единиц, столько спиртовых салфеток. Дальше ситуация, конечно, стала немножко меняться. Это был такой спрос, который был вызван исключительно политической ситуацией и непонимания, происходящего будет ли это в дефиците, не будет. Просто охватанули таким образом, что в следующие несколько месяцев у нас был просто катастрофический провал. Ольге Пелехатой удалось выстроить взаимоотношения с сетевыми аптеками и крупными магазинами косметики. В ближайшее время компания приступит к созданию собственной линейки продукции. Депутаты и предприниматели обсудили возможные механизмы взаимодействия власти и бизнеса в условиях экономических санкций. Надо так или иначе проводить встречи с нашим бизнес-сообществом, потому что в процессе общения, в процессе обмена мнений возникают порой мысли, которые в обычных условиях могут и не прийти. По словам Владимира Ружицкого, искать выход из сложившейся ситуации и преодолевать сложности нужно совместно. Поэтому решили проводить такие встречи регулярно. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Волков принял участие в круглом столе с представителями бизнес-сообщества. Обсудили меры поддержки, которые предоставляют субъектам малого и среднего предпринимательства. Подробнее в нашем сюжете. Наша главная, основная задача помочь малому бизнесу развиваться для того, чтобы малое предприятие завтра выросло в среднее, в крупное, в большое и системообразующее. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что каждый бизнес, каждое направление где-то это два сотрудника, где-то это 10, где-то это 200. И это налоговая база, это рабочие места, это развитие. Из-за экономических санкций у многих предприятий нарушились цепочки поставок, усложнились схемы оплаты, резко уменьшилось число клиентов и, как следствие, упала выручка. Но предпринимателей готовы поддержать государство. В Люберсах с 2019 года работает компания по производству швейной фурнитуры. Полученные в конце года субсидии позволили увеличить штат сотрудников и модернизировать производственную линию. В прошлом году были закуплены станки. Соответственно, была промышленная модернизация. Программы получили субсидию по возврату части стоимости станков в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Предприятие розничной торговли тоже получило субсидию. 1 миллион рублей. Средства планируют направить на открытие мини-кофейни в Люберсах. В планах еще такое сделать, формат готовой еды, какие-нибудь салаты, сэндвичи, бургеры, что можно было бы там взять либо домой, либо там на работу. В прошлом году из регионального бюджета 30-ти люберетским предприятиям выделили 25,5 миллионов рублей. Финансовую помощь большинство компаний направило на увеличение производственных площадей и закупку оборудования. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Уже более 10 лет в городском округе Люберцы работает крупный логистический центр. Компания занимается поставками продуктов питания от ведущих торговых марок со всего мира. Предприятие по праву считается одним из лидирующих в своей отрасли. В этом убедились мои коллеги. Более 500 поставок в день со всех уголков мира. Это не только продукция, которую можно встретить в любом сетевом супермаркете, но и эксклюзивные европейские товары. Несмотря на санкционный режим, введенный против России, с этой компанией готовы продолжать сотрудничество многие иностранные партнеры. Сейчас у нас в портфеле находится более 60% локальных производителей. Мы являемся диагестрибьюторов больших компаний, мясоперабатывающих, бакалейной группы, молочной группы. 40% мы являемся импортерами, возим из 23 стран мира продукцию с дальнейшей ее реализацией здесь. Более 2000 наименований готовых продуктов и ингредиентов для промышленных предприятий хранят в складских помещениях площадью 13,5 тысяч квадратных метров. Под каждый вид товара предусмотрен определенный температурный режим. Этой продукцией пользуются абсолютно все жители не только нашего округа, а и соседнего города, столицы нашей Москвы и других регионов. Она узнаваема, она есть везде. Нам важно поддерживать бизнес, поддерживать предпринимателей, чтобы предприятия развивались. У руководства компаний большие планы. В этом году начнется строительство нового промышленно-складского терминала. Его площадь превысит 60 тысяч квадратных метров. С помощью этого объекта в округе появится более тысячи рабочих мест. Новое слово в производстве банковских услуг. В Люберцах открылся Фиджитал офис Альфа-Банка. Это инновационное пространство, которое кардинально меняет представление о традиционном облике финансового учреждения. Наша смочная группа побывала там и оценила возможности современных технологий. Здесь нет стоек с компьютерами, бумажных талонов и очередей. Вместо этого мягкие кресла, уютные столики с зарядкой для смартфона и приветливый собеседник, готовый ответить на все вопросы. Так выглядит офис будущего от Альфа-Банка. Юбилейный в Подмосковье, 15-й по счету, открыл свои двери в центре Люберец. Фиджитал – это сочетание физического и цифрового. То есть вы видите перед собой абсолютно другой формат банковского офиса. Подразумевает под собой наличие всех самых современных, совершенных технологий цифровых. И вместе с тем физическое присутствие. То есть здесь есть люди, сотрудники. Офис универсальный. Здесь представлен весь спектр банковских услуг. Жительница Люберец Светлана Родичева одна из первых посетила обновленный Альфа-Банк. Давней клиентке есть чем сравнить. Нет этой очереди, когда ты заходишь и не знаешь, куда деваться. То, что тебя, так скажем, сканируют при входе, определяют уже тебя и к себе подходит менеджер. Это очень удобно, потому что ты не тратишь время на поиск окна, куда тебе подойти. Я думаю, что новый формат, он более продуктивен. Поздравить коллектив банка с новым местом и новым форматом работы пришли почетные гости. Среди них глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Для нас очень приятно, что для наших жителей на центральном перекрестке, это историческое место, и этот перекресток самый насыщенный по проходимости. Конечно же, сейчас еще идет степень строительства. В следующем году первый этап самой эстакады будет закончен. Здесь будет произведено благоустройство к концу года. Конечно же, это все будет выглядеть по-другому. На сегодняшний день в России открыто более 200 подобных инновационных офисов Альфа-Банка. Переформатирование отделений будет продолжаться, и Банк будущего придет в каждый город. Богдан Колесников, Луиза Егия-Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Коллектив фабрики «Пихорский текстиль» поздравил с юбилеем коммерческого директора Елену Шапееву. К поздравлениям присоединились председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий, Союз женщин России, друзья и коллеги. Вы крайне порядочный человек, на вас можно положиться. И дай Бог, чтобы у вас в семье было тепло, уют. Спасибо. А вы замечательный человек. Я так посмотрел ваш послужой список. То есть вы попали в орбиту влияния Елизаветы Петровны. Елена Шапеева на фабрике почти со дня основания. Работала бухгалтером, начальником отдела кадров. Последние 15 лет управляет командой менеджеров по продажам и сотрудничает с отделом маркетинга. Пихорка – это мой, конечно, первый дом. Почему? Потому что мы начинали с самого начала с нашим генеральным директором Елизаветой Петровной, из самых истоков. Мы пришли на эту фабрику, еще ничего здесь не было. Было холодно, не было отопления. И вот мы потихонечку начинали здесь работать. Тогда, в середине 90-х, на предприятии работало 10 человек. Теперь около 300. Компания постоянно участвует в благотворительных и социальных проектах, международных выставках. Фабрика «Пихорский текстиль» выпускает более 100 видов пряжи, а это почти 100 тонн продукции в месяц. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал в Люберецкий автопарк 10 низкопольных автобусов среднего класса. В чем преимущество новых автобусов и на каких маршрутах они работают, расскажем в сюжете. Люберецкий филиал «Мост Трансавто» получил первую в этом году партию современных автобусов среднего класса. Они курсируют от жилого комплекса «Самолет» до станции метро «Некрасовка» из Люберец-Владкарина и Дзержинский. «Самое главное, чтобы они в последующем долгие годы работали на благо жителей, на благо города. Это и внешний вид, это и ощущение совершенно другое, когда в плохую погоду и в хорошую, само собой, в жаркую погоду, когда работает кондиционер, либо в плохую погоду, когда на улице мороз, слягать, заходишь, а в салоне тепло, комфортно». Кроме системы климат-контроля, все автобусы оснащены стационарным оборудованием по бесконтактной оплате проезда, электронным указателем маршрута, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. «Для водителя удобные кресла, руль регулируется все, обзор с камер, на монитор выносится». Предусмотрены места для детской и инвалидной колясок. Слабовидящие в салоне могут связаться с водителем с помощью кнопки со шрифтом Брайля. Автобусы оснащены системой книлинга. Она позволяет наклонить автобус в сторону дверей, облегчая посадку и высадку. «Мы получили 10 единиц, из них 5 автобусов. Они работают на маршрутах 22-2 единицы, на 25-м – это Лыткаринские маршруты, 3 единицы и 5 единиц, которые сегодня будут работать у нас на маршрутах 12-25-20-21». В этом году Люберецкий филиал МОЗ «Трансавто» планирует пополнить еще не менее чем 8-10 автобусами среднего и большого классов. С 6 по 12 февраля Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделей ответственного отношения к здоровью полости рта. Как сохранить зубы здоровыми и почему важно своевременно проходить лечение у стоматолога, расскажут мои коллеги. Ежедневная гигиена полости рта важна для всего организма. По словам врачей, плохое стоматологическое здоровье связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и желудочно-кишечного тракта, осложнений при беременности и развитием сахарного диабета. «Хотелось бы всех, конечно, попросить, чтобы обращались всегда вовремя к стоматологам, то есть, чтобы не затягивали с лечением зубов, потому что наши люди, как правило, всегда любят чуть-чуть затянуть, а сегодня болит, завтра не болит и не обращают к стоматологам. Потом дальше это все развивается в более сложные процессы». Наталья Ерина поход к стоматологу оттягивала несколько месяцев. Врач столкнулся с запущенными воспалительными процессами. Полчаса кропотливой работы и зуб удалось спасти. «Очень довольна. Сделали меня чуть обезболить. Сейчас я немножко кривовато, потому что замерзла. Обязательно надо ходить, обязательно надо проверяться, иначе будет так, как у меня». В центральной поликлинике стоматологии отведен целый этаж. Врачи оказывают весь комплекс услуг – от лечения кариеса и реставрации до удаления зубов и протезирования. «Пациент получает комплексный подход и консультации сразу несколько специалистов, и уже уходят полностью обследованно и с понятным диагнозом, и с понятной выбранной тактикой лечения. Детские врачи обсматривают детей в диспансерные дни, в школах, в детских садах, что позволяет также предотвратить развитие кариозных всех этих процессов и дальнейших заболеваний у детей». Важно помнить о правильном питании и гигиене полости рта. Чистить зубы не менее двух раз в день и каждые полгода приходить на профилактические осмотры. Соблюдая все рекомендации врача, можно сохранить зубы здоровыми на долгие годы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Два года назад в регионе запустили приоритетный проект губернатора Московской области – флагманские школы Подмосковья. Образовательные учреждения, на которые должны равняться остальные, появились в каждом округе. В Люберцах звание флагмана образования держит 16-я гимназия. Тему продолжит наш корреспондент. 16-я гимназия признана одним из лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья. Первый день открытых дверей флагманских школ Министерство образования Московской области решило провести здесь. В учреждении – самые современные методы обучения. «Критерии отбора флагманских школ – это результативность. Результативность на ЕГЭ, результативность по Всероссийским Олимпиадам школьников. Мы создали такие условия для наших учеников, в которых невозможно не учиться. Каждый ребёнок, попадая в нашу гимназию, вынужден учиться». Гимназия «Интерес» открыта в 2013 году. Состоит из двух учебных корпусов и дошкольного отделения. Здесь учатся более 2,5 тысяч школьников и дошколят. В рамках Дня открытых дверей учителя и руководящий состав гимназии проводили мастер-классы и поделились педагогическим и управленческим опытом. «Я надеюсь, что данное мероприятие, которое поддерживается активно Министерством образования Московской области, оно принесёт большие успехи в плане обмена опыта практиками, управленческими и педагогическими. И диссеминация опыта пойдёт только всем на пользу». Педагогам рассказали, как в гимназии проектируют уроки, на что делают акцент при подготовке учебного материала. Каждый мог посетить открытые уроки по русскому языку, литературе, физике, истории и биологии. «Бартерия покрыта капсулой, слизистой капсулой. В такую пузу вложили лист формиана, это клеточная стенка». В Подмосковье 63 флагманских школы. Дни открытых дверей в течение года проведут в каждой. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Коренёвском карьере прошли ежегодные соревнования среди школьников по лыжным гонкам памяти заслуженного мастера спорта СССР Алексея Прокуророва. Массовый забег провели в рамках празднования 400-летия Люберец. Подробнее в нашем сюжете. Люберецкая лыжня объединила школьников со всего округа. Регистрация, разминка и наставление учителей физкультуры. Перед стартом – напутствие главы округа. Аккуратнее сегодня так же, чтобы не получать травм. Ну и, конечно же, добиваться результатов, так как сдача ГТО вам потом пригодится при поступлении уже в высшие учебные заведения. Поэтому старайтесь, получайте значки, медали и будьте всегда на позитиве. В массовом старте приняли участие дети от 11 до 18 лет. Спортсменов разделили на 6 возрастных групп. Младшим предстояло преодолеть дистанцию 1 километр, старшим 5. Побить рекорды свои и установить хороший результат. Спорт – это жизнь. Интересно. Организация хорошая, вкусная еда. Поддержать участников лыжной гонки приехала бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева. В начале 2000-х спортсменка тренировалась у Алексея Прокуророва. Вы великим спортсменом, как Алексей, да, и хорошим человеком, очень добродушным, веселым, компанейским. Мне довелось еще с ним в команде быть, когда он уже заканчивал спорт. А потом уже, когда он закончил карьеру, он работал в сборной команде по лыжам с женским тренером. И как раз-таки мы несколько лет тоже пересеклись вместе уже как спортсмен-тренер. Лыжную гонку памяти Прокуророва проводит 32-й раз. В этом году в ней приняли участие более 400 школьников. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе завершились соревнования российского физкультурного спортивного общества «Спартак» по боксу среди девушек. В финальных поединках приняли участие 23 пары сильнейших спортсменок. Тему продолжит Богдан Колесников. На счету Анны Прокудиной почти 100 боев с минимальным количеством поражений. В таких соревнованиях участвует впервые и стала победителем. Очень счастлива, рада, что выиграла. Мой старший брат тоже занимался боксом. Он стал конец мастера спорта. И когда я была маленькая, я смотрела на него и думала, хочу так же. И пришла сюда. Турнир по боксу собирает спортсменов из разных городов России. В этом году Люберецкий ринг встретил 179 спортсменок из 28 регионов. Соревнования по боксу у нас проводятся ежегодно. И очень много всероссийских турниров, которые проводятся в Люберцах. Для нас это значимо. Почему? Потому что эти соревнования являются отборочными соревнованиями по боксу. Победители представит спортивное общество «Спартак» на первенстве России. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова